Не в волшебнике и не в голубом вертолете, но появляются внезапно. Едва солнце выходит из-за горизонта, пилот заводит двигатель. На борту сотрудники Департамента охоты и рыболовства, Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и бойцы СОБРа. Сегодня вылетают в область проверять, соблюдают ли закон охотники. Первого из них замечают спустя несколько минут. У Евгения Зубова все документы в порядке. Из снаряжения только лыжи, бинокль и ружье. Говорит, охотятся уже почти 20 лет. Правила не нарушает. Охотиться по правилам гораздо интереснее, чем просто наколачивать зверя. Она данная охота индивидуально, которой я сейчас увлечен, она и называется охота на санцепеках. Я сейчас просто хожу с биноклем, ищу уснувшую в поле лису, и вот к ней надо подойти на выстрел. Это очень спортивно и интересно. Вот в этом-то весь и смысл охоты. В январе завершился сезон охоты на кабана. Сейчас добывать можно только лису и зайца. Затем, чтобы все правила соблюдались, следят егери. Они регулярно патрулируют угодья. У меня есть камера. Снять на камеру. Вот камера есть. В первую очередь снимаешь на камеру. Если один без камеры, ничего не делаешь. Должна быть в виде съемки. Боятся немножко. Все уже меньше как-то ждут вертолета, особенно в выходные. Это помогает здорово. Сегодня желающих поохотиться много. Вертолет снова садится. Андрей Нурматов возвращается с добычи. Подстрелил зайца. По правилам, каждое добытое животное нужно отмечать в документах. Охотникам дается норма на сезон. Превышать ее нельзя. Андрей отметку не поставил. Теперь ему выписывают протокол. Мужчина говорит, заяц в этом году первый. Еще два. По норме три штуки. За сезон. Почему отметочку-то не поставили? А потому что ручки нет у меня с собой. Под особым контролем силовиков и сотрудников департамента охоты и люди на снегоходах. Говорят, этот вид транспорта обычно используют браконьеры. Охотников на снегоходах заметили с воздуха. Вертолет принеслился в Бочеглушевском районе. По закону этот вид транспорта можно использовать только для того, чтобы добраться до места охоты. Стрелять в него ходить уже и в стену. За стрельбу по животным со снегохода нарушителям грозит уголовная ответственность. У этой компании ничего подозрительного проверяющие не нашли. Обнаружили только одно нарушение. Охотник перевозил ружье в заряженном виде. Оружие до момента охоты должно быть разряжено. Для исключения случаев травматизма, нанесения травм, увечья. При охоте гражданин обязан иметь с собой разрешение на оружие. Охотничий билет, который дает право гражданину находиться в охотничьем угодии в сезон охоты с оружием. И, соответственно, путевку на охоту. Выписанную на добычу определенного вида дичи. За нарушение правил транспортировки оружия у владельца могут конфисковать. В прошлом году сотрудники Росгвардии выезжали с проверкой в места охоты почти 200 раз. Совместно с представителями Департамента охоты и рыболовства выявили свыше 80 нарушений. Изъяли 4 единицы оружия, троих человек лишили права на добычу дичи. Рейды с привлечением бойцов СОБРа и авиаотряда в Росгвардии планируют проводить и далее. И это касается не только незаконной охоты. Говорят, когда сверху видно все, за порядком следить проще. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.